Длинные майские выходные и теплая погода – казалось бы, идеальное сочетание для отдыха на природе. Но с 1 мая в Подмосковье объявлен противопожарный режим. А значит, в силу вступили особые правила разведения огня в лесных массивах. Теперь жарить шашлыки можно только в отдалении от деревьев – 50 метров от лиственных и 100 метров от хвойных. Именно сейчас в условиях особого противопожарного режима все-таки у нас начинаются жаркие теплые дни. Мы должны прекрасно понимать, что увеличивается возможность возникновения пожаров. Поэтому разведение костров на данный период времени в лесах запрещено. Приготовление шашлыков – то же самое. Проверить соблюдение этих мер вышли сотрудники МЧС, лесной охраны и полиции округа. У участников рейда нет цели выписать штраф. В первую очередь они спешат предупредить жителей о действующих на этот период правилах – как для отдыхающих на природе, так и для дачников. Остатки растений надо сжигать? Нет, запрещено. Складываем контейнер и в соответствии с договором вывозится все. Даже в мангале в лесу разводить костер нельзя. Как оказалось, знакомы с этими правилами не все. В парковой зоне у Купеленки и в лесу на Ольховой любителей мяса с дымком немало. Всего во время рейда было обнаружено семь нарушений правил пожарной безопасности. Жители предупредили об административной ответственности за разведение огня в лесах и призвали отдыхать правильно в специально отведенных для этого зонах. Должны быть какие-то прогалины от населенного пункта, расстояние не менее 100 метров. Вообще площадки должны отделены быть, мангал, если это мангал, то отделены быть минерализованной полосой, то есть штык лопаты, грубо говоря. Под кровью деревьев ни в коем случае нельзя. Площадки специально оборудованы, других вариантов нет. Пока единственной оборудованной площадкой на этой территории является беседка на Ольховой улице. За разведение открытого огня в других частях леса придется заплатить штраф до 4000 рублей. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.